всем привет на тактикуа сегодня с вами поговорим про карабин для самообороны для ближнего боя как еще как это называется CQB close quarter battle оптику мы устанавливали в прошлом видео вот здесь на него на него будет ссылочка дальше мы займемся поставим рукоять поставим свет вот он у нас здесь покажу вам расскажу за фонарик и поставим глушитель проглушитель специально для своих задач по самообороне и защите дома заказала себе такой вот стил это у нас стил tactical air по фонарику заказал я честно скажу с алиэкспресса вот такого вот малыша это реплика шурфайр скаут лайт 600 вот оригинальный шурфайр который у меня уже больше 10 лет вот можете их примерно наглядно сравнить для себя ну честно скажу светит что один что другой на этот кстати комплектация у него интересная есть стандартная кнопка и работает он как раз в одно касание что нравится нет множества разных непонятных функций то есть он работает чисто как фонарик крепление у него идет под пикатине но я заказал переходничок под млок нашу систему сейчас мы его переставим и установим так ну что займемся слесарными работами поехали дальше берем наш фонарик и демонтируем с него старое крепление с поставить его хочу сюда так чтобы мне не мешал с левой стороны не мешал обзору и шнурок поставим на рукоять так болты оказались сильно длинными сейчас мы их укоротим так обрезали на наши болтики не забывайте предварительно во всех фонариках все резьбы все сальнички смазывать силиконовым маслом это поможет ваш фонарик уберечь на многие года от влаги от попадания воды и т.д. все работает и вот так это будет выглядеть я специально кидал это все на правую сторону дабы регулировать нажатие все левой рукой я специально кидал под левую руку конечно можете переместить так как вам будет удобно мне на данный момент удобно так я в основном руку держу на рукояти здесь конечно можно еще чем-то закрепить шнурок дабы он не мешал ну все плюс дополнительно закрепили провод чтобы он не мешал и так теперь мы белой рукой все регулируем хотим мизинцем хотим полностью рукой вот так он будет у нас работать вушитель меняется очень легко для этого вам не нужны никакие особые знания познания в оружейном деле вам не надо быть инструкторами и кузнецами именно так будет выглядеть мой карабин для ближнего боя и самообороны ну что вперед на стрельбище и постреляем сейчас мы на моем мини полигоне и давайте с вами обсудим какое оборудование мы цепляем сверху нашего оружия дабы оно нам помогало работать на ближних дистанциях каллиматорный прицел я считаю что это самый оптимальный вариант для ближнего боя если вам не надо стрелять дальше 150 200 300 метров каллиматора вам хватит по за глаза про то как его мы цепляли как мы его пристреливали это в прошлом видео вот здесь вы его посмотрите идем дальше по магазинам магазины можете брать какие угодно у меня есть и на 20 патронов и на 30 патронов это разницы особой не имеет просто как на 20 более удобно при пристрелках удобно для вариантов с оптическими прицелами так что можете свободно брать 30 это без либо каких вопросов или замечаний дальше идем фонарик кто бы мне что не говорил сейчас там спортсмены стрелки начнут тапками кидаться фонарик 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 если мы говорим про самооборону значит мы говорим про защиту дома когда приходят к нам негодяй и злодеи правильно ночью если они ночью приходят нам надо чтобы был фонарик да можно держать отдельно можно его взять в руку но это неудобно оперировать как на меня намного проще кинуть небольшой фонарик на оружие который заранее вы установили все с кнопками вы можете эту кнопку поставить где угодно мне удобней так кому удобней на цевьё кидать это как угодно это все зависит чисто от ваших убеждений если вам нравится кнопка здесь держите ее здесь нравится вам кнопка на фонарике на фонарике честно вам говорю нету никакой школы кто бы вам сказал должно быть вот так делайте так как вам удобно дульное устройство или дтк сразу говорю про то что спортивное дтк для самообороны и для тактики мы отбрасываем ну а кто может со мной поспорить я готов вступить в дискуссию но помните что на стрельбищах вот в принципе как я сейчас сижу в наушниках когда вы находитесь на стрельбище да удобно надели наушнички вы постреляли его меньше подбрасывает все хорошо но когда вы просыпаетесь ночью мало ли чего вы хватаете оружие у вас нету времени подумать а где же мои наушники это все как сказать но это все бредовыми идеями кажется если вам кто-то будет рассказывать что там держите наушники рядом фигня в попыхах вы можете растеряться потому лучше иметь глушитель но большой глушитель да хорошо он глушит звук он его убирает но он большой он тяжелый может быть неудобным при передвижении в помещении я бы рекомендовал бы иметь вот такой вот малыш это у нас tactical air от стила с системой газоразгрузки да он не убирает большую часть звуков как это делает большой но он вам поможет не офигеть в помещении когда вы начнете вести огонь так как спортивное дтк они будут бросать газы в стороны и на вас может лететь и штукатурка что угодно здесь же все газы скажем так давление снижается и газы уходят вперед то есть вы будете стрелять для вас это будет комфортно будет громкий звук сейчас мы с вами послушаем разницу между этими двумя глушителями так мы стреляем с глушителем потому нам наушники не надо сначала стреляем большой ночь услышали вы кого-то нехорошего приготовились вышли в коридор вы его убили это был большой глушитель теперь малыш уже сами заметили насколько компактный опять ночь встали вышли присвятили фонариком кого-то увидели кстати еще по поводу рукояти и как держать оружие когда вы держите по спортивному и передвигаетесь по помещению не забывайте что ваша рука находится дальше значит она намного раньше будет заметна вашему противнику я же люблю держать так по крайней мере хоть чуть-чуть но вы выиграете расстояние итак ну что теперь малышок громче согласен я согласен он громче но вы же сами не офигеете от того что происходит от вас то есть от стен вот это эхо оно не будет бить по вам по крайней мере звук будет комфортнее намного а при каких-то больших боях тем более ночью это хороший такой скажем так пламя-гаситель ну и супрессор sound модератор итак продолжаем наши пострелухи притянул я дверь и холодильник сейчас мы испытаем с вами сравним карабин 556 и ружье будет у нас картечь и пуля какие два условия первое двери например вы увидели на видеокамере что у вас стоит кто-то с той стороны подъезда возможно даже уже кто-то выстрелил мало ли какая ситуация была и вам надо ответить через двери но помните здесь юридически очень сложный вопрос когда можно стрелять через двери я делаю так наша легенда там какие-то негодяи пытались залезть их спугнули но они решили продолжать и уже скажем так раз бахнули в дверь то есть вам это руки развязала вы можете в ответ вторая ситуация будет холодильник нашел я старый холодильник старый советский донбасс условия тоже какие будет внутри квартиры у вас уже произошел конфликт противник решил спрятаться за холодильником например на кухне и мы его постараемся достать так же само 556 и ружье картечь и пуля так что вперед поехали немного подырявим металл стали ночью патрон патронник подходите к дверям выстрел это по двери мы прошлись выход из двери в принципе такой же самый и попадание по самому металлу дырки 1 2 3 1 2 и здесь так что и вот одна насквозь прошивала вот так вот та же самая ситуация я буду стрелять по низу картечью поверху пулями была техническая заминка но сейчас мы повторим два выстрела пошли смотреть дырку и так картечь с двух метров ушла ушла дырка дырка это было жесть дальше будем стрелять пулей куля шериф та же самая ситуация пошли смотреть входящие как видите здесь более широкая так и здесь прилетело раз и два итак ну что сценарий номер два преследуем бандита по квартире он спрятался за холодильником и так в холодильник мы потратили 5 патронов увидели что противник упал итак от дырок здесь раз два три 4 сами видите как выходили пуля тут уже кусками 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 пошла вода у нас стояла здесь в принципе все пришло и вот по идее 5 те же самые условия ночь но у нас картечь вперед смотреть итак входящая и исходящая и бутылка еще даже можно использовать как мишень так следующую бутылку мы поставим сюда и попробуем через другие двери стрельнуть под другим углом опыт номер три пуля куля шериф так на стрелять уже буду не в эти двери а выстрелю вот так вот я кого-то убил так и так одно и одно одно и другое кстати пыша стоп так жертва наша ее порвало наглухо итак смотрим раз пуля пуля картечь картечь двести двадцать третий двести двадцать третий он нормально пробьет даже если холодильник будет чем-то заполнен а вот картечь сами видите она уже на выходе сильно расходилась и здесь она не сколько пробила сколько выдавила есть места где именно выдавленные участки так что если в холодильник был забит молоком капустой и прочим триппером картечь могла бы и застрять итак заряжаем картечь и попробуем расстояние немножко увеличить и посмотрим на пробитие самой двери и самого холодильника уже не почти в упорах хотя вот мы это шли метров на 78 ну и пулю потом заряжу 40 туда холодильник еще раз двери и пуля дверь в район замка итак вход картечь в холодильник где на эту сторону и выход пошли двери смотреть двери тут была раз картечь и вот два картечь это пуля и так от картечи выход раз видно вот здесь два но он пошел в эти дыры а самое интересное что от пули выхода нет так посмотрим что внутри супер ножик спайдерка ладно стоянку так откроем вошло вот она вошла вот здесь ее расплющила дальше она врезалась стояк и тут ее и разорвала на куски так что она никуда не ушла так что сунцовая пуля не пробивает даже жестяные двери доказано научным опытом а давай бахнем 223 посмотрим как она пробивает уголки проверим пробиваемость уголков косяков так вход в уголок раз два три и выход раз два три так раз два три и выход полноценный раз два три давайте еще для эксперимента я попробую вот так вот выстрелить так что пули вышли здесь по максимуму пройтись и так стреляю вот под этим углом принципе так как и у нас до этого пуля и шла входные раз два три красота какая так что все дырки вот они наискосок пошли сравните со старыми попаданиями раз два три 4 5 6 вот так вот по 3 высерва было на все все дырявые но были осколки осколок осколок здесь мелкий осколок весь мелкий осколок и вот наши дырочки видите как поломало так что вот он и карабин 223 калибра самое главное не забывайте что после всех стрельб глушители надо мыть и чистить у этого система газоразгрузки то есть из него если вы будете мыть простой водой с мылом и ёршиком из него все удачно вытечет вы его просушите главное мойте в кипятке вымыли в кипятке с мылом просушили из него все стекло вы можете свободно накрутить на ствол и стволу не будут не будут угрожать никакие не окисы ничего не будет ничего ржаветь главное глушители мойте это самый главный принцип и так вы можете оружие хранить дома готовые для чего угодно для самообороны сегодня с вами мы разобрали как собрать и как скомпоновать оружие для самообороны для защиты дома и для ближнего боя так что с вами был канал тактик юа не забывайте подписываться ставить пальцы вверх у кого какие вопросы предложения пишите в комментарии если вы человек адекватно если не адекватный тоже пишите его заблокирую так что не переживайте держите порох сухим